На площадке Казанского университета успешно завершилось заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по экономической модернизации и технологическому развитию России. Данное мероприятие посетили представители ответственных министерств и ведомств. Тема встречи затронула ближайшее будущее новейших проектов молодых ученых и востребованность на рынке труда. Я сегодня посетил разные образовательные учреждения. Здесь в Татарстане посетил сначала IT-лицей, где занимаются ребята, которые предметно интересуются новыми технологиями, которые, естественно, готовятся к научному будущему. Поэтому познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Напомним, что эта тема полностью совпадает с основной целью визита главы правительства Российской Федерации и представителей ответственных ведомств в Татарстане. Тема была очень важная. Это студенческое предпринимательство. Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес, могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета, чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством. И предложения, которые здесь звучали, и по нормативной базе упрощения, и по охранности индивидуальной собственности, и по привлечению бизнеса в каком формате это все сделать. То есть это уже практически, в общем-то, решение части вопроса, скажем так. В преддверии официальной части у премьер-министра Российской Федерации состоялся диалог с молодыми учеными КФУ. Как говорится, с глазу на глаз. На самом деле, я думаю, это правильное было решение создать крупный университет. Так, Ростанов Горбич? Совершенно верно. Крупный именно классический университет, при том, что и раньше Казанский университет был большой, известный на всю страну, но теперь он такого уже, можно считать, мирового уровня. Проекты, в которых принимают участие студенты, могут быть представлены на различных промышленных и инвестиционных выставках. Но, к сожалению, по большей части такие поездки реализуются за счет участников. Вот если делается под эгидами новой науки, там практически бесплатно и для студентов, и для научных сотрудников. А если это промышленные выставки, то там аренда каждого квадратного метра достаточно дорогая. И рассматривается это у нас не то, что не как целевое, а как не очень эффективное использование финансовых ресурсов разными проверяющими структурами. Понятно, да. Вот это справедливо. Значит, нужно все-таки договариваться с фирмами-работодателями, которые способны иногда такие расходы на себя принять. Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная какая-то стадия, ну или, в общем, пока нет фирмы-партнерской, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок. Естественно, на усмотрение ректората и ректора, потому что, опять же, нельзя весь бюджет университета на такие цели расходовать. Дмитрий Медведев подчеркнул, что позитивно оценивает накопленный университетом опыт и в поддержку младых инноваторов, заявил о необходимости реализации пилотной программы студенческого предпринимательства, на которую с бюджета будет выделено 30 миллионов рублей. Общая задача, конечно, чтобы эти инвестиции работали в интересах всего общества, чтобы результаты интеллектуального труда были доступны не только специалистам, но и превращались в экономически оправданные проекты, там, где это возможно, конечно. После проведения официального заседания президиума представители ответственных министерств не стали скрывать впечатления от увиденного. Вы знаете, я думаю, что мне повезло, и вот в те годы, когда я заканчивал школу здесь в Казани, и Казанский государственный тогда университет назывался, то как раз мне повезло оказаться в таких структурах, которые поддерживали подобного рода проекты. В федеральном университете, который был создан как в федеральном 2012 году, хотя имеющий огромную историю, он действительно один из передовых, и вот в фолк будет входить в самую пятерку пилотных проектов, пилотных вузов, прошу прощения, которые будут осуществлять эту задачу. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Максим Матвеев, Алмаз Хазеев, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok